На пресс-конференции о Версале Путин объявил Анну Киевскую русской, практически гражданкой РФ. И погордился, мы через эту Анну стали родоначальниками целых двух знаменитых европейских королевских династий, причем одна из них до сих пор действующая, функционирующая, так удачно мы, Россия, ее учредили. — Имеется в виду трехсотлетие поездки российского русского царя-реформатора Петра I во Францию. Но с поездки царя Петра во Францию не началась история российско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни. Вы знаете, просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции. Вот младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудро была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи основательницей одной из основательниц двух, как минимум двух европейских династий, Бурбонов и Эвлуа, одна из которых до сих пор правит в Испании, как мы знаем. Думаю, это пустое про его проблемы в образовании. Здесь скорее очередная оговорка по Фрейду. Он до сих пор ощущает себя генсеком и вождем СССР. Здесь все вокруг колхозное, здесь все вокруг мое. Ключевое слово в этом гимне – все вокруг мое. Теоретически, по справкам, которые ему готовит аппарат, он знает, что той державы уже нет и давно. Но очень хочется. Потому и упирается, пытаясь наказать Украину, Грузию, Молдавию, Балтию. Это же советская Украина. Это же грузинская советская социалистическая республика, добровольно присоединившаяся к братской семье советских народов. Он не придуривается. Он действительно так чувствует. У него реальные фантомные боли после величайшей геополитической катастрофы 20 века – распада СССР, по его собственным словам. Но как же быстро его личные комплексы, его личные фантомные боли он смог сделать руководящими и направляющими в огромной стране России? Как быстро и с готовностью россияне на это согласились? Согласились со Сталином и Берия, время было такое. Согласились гордиться Анной Киевской, немкой Екатериной Великой, даже Чингисханом, по сути, великим русским полководцем и очень эффективным менеджером. Как быстро и с каким удовольствием люди поверили в его личную мечту о российском вчерашнем величии и о их лучезарном колхозном будущем. Субтитры создавал DimaTorzok